Здравствуйте! Мы продолжаем информационное время на канале ОТВ. Наша импровизированная студия находится в стенах музея имени Арсеньева. И сегодня в центре внимания грандиозный проект «Карта России. Вехи истории» и директор музея «Московский Кремль» Елена Гагарина. Здравствуйте! Добрый день! Сказать, что мы восхищены выставкой, которая сегодня представлена в Владивостоке, это не сказать ничего, потому что еще пару лет назад мы даже не могли представить, что эти экспонаты приедут к нам. А вот какие чувства испытывает директор Московского Кремля, видя свое детище здесь, во Владивостоке, в этих стенах? Вы знаете, я в первый раз во Владивостоке. Я должна сказать, что мне здесь очень нравится. Мне очень нравится этот музей и очень нравится ваш директор, которому можно доверить все, что угодно. Потому что Виктор Алексеевич Шалай – человек очень серьезный, очень увлеченный и человек, который способен организовать все для того, чтобы такие проекты происходили, случались. И еще я должна сказать, что мне кажется, что музей Арсеньева – это очень важное место, где необходимо, нужно и возможно делать такие проекты. Мы как раз сегодня говорили с Виктором Алексеевичем о том, почему нам удалось совместными усилиями организовать этот проект. Кроме того, что было желание с обоих сторон, еще и музей обладает очень хорошими возможностями. Здесь абсолютно полностью выдерживаются все требования по защите помещений, по охране, которые необходимы для того, чтобы мы привезли экспонаты такого уровня. И здесь очень квалифицированные сотрудники, которые способны заниматься такого рода вещами. Потому что не всем мы доверим экспонаты XV века брать в руки. Поэтому нам было очень хорошо и комфортно работать. Мы сделали этот проект буквально в рекордные сроки. Всего-навсего полгода у нас ушло для того, чтобы организовать эту выставку. И Виктор Алексеевич очень быстро нашел необходимые средства для того, чтобы обеспечить этот проект, очень нам помогали все те, от кого это зависело. Поэтому я хочу поздравить жителей Владивостока с тем, что мы привезли сюда очень редкие экспонаты. Кстати, по поводу редких экспонатов и то, что вы их привезли сюда, на восточном рубеже, к берегам Японского моря. Я знаю, что некоторые экспонаты вообще никогда не покидали стен Кремля. И большинство экспонатов – это всемирно известные раритеты, шедевры, сокровища нашей державы. Как часто вы работаете с регионами и можете предоставить какие-то свои сокровища? Мы с регионами работаем очень активно. И для того, чтобы мы привезли свои экспонаты, главное, чтобы, во-первых, было желание музеев принять наши выставки. А с другой стороны, необходимо обеспечение такими серьезными техническими условиями. Я не говорю даже сейчас о определенной охране видеонаблюдения, температурно-влажностном режиме, который необходим для наших вещей. Но для наших вещей нужны очень хорошие витрины, поскольку они нуждаются не только в том, чтобы их показывать в достойных витринах, но и витрины, которые обеспечивают им также определенную защиту. И вот музей Арсеньева получил бюджетные деньги для того, чтобы сделать немецкие витрины специально для этой выставки. И, как вы видите, все экспонаты стоят здесь, смотрятся очень хорошо и чувствуют себя прекрасно. Очень достойно. Очень достойно. Ну, давайте поговорим непосредственно о самой выставке. Вот чтобы рассказать историю нашей державы от 15 до 20 века, чтобы рассказ получился и драматический, и полон радостных событий, чтобы было понятно, но все-таки сложнейшая история. Как вы подбирали экспонаты, чем руководствовали, что для вас было важным, и как можно было сделать эту драматургическую линию? Ну, это сложная работа и достаточно многодельная целого коллектива научных сотрудников нашего музея, которые прекрасно знают те вещи, которые они хранят. И здесь вещи, которые пришли сюда не из одного единственного хранения. Здесь целая группа людей принимала участие над созданием этой выставки. И достаточно серьезное время и серьезные исследования были сделаны для того, чтобы написать каталог, подготовить каталог. В каталоге очень хорошая статья, которая рассказывает обо всех этих предметах, которые символизируют различные этапы присоединения земель к русскому государству, начиная от даже конца 14 века и заканчивая предреволюционным периодом. Поэтому, в общем, получается все у того, кто сделать хочет. Ну, каждый экспонат без преувеличения, без цене, но тем не менее главные акценты сделаны на двух экспонатах. Это вышитая воспитанница Московского института ордена Святой Екатерины Карта Российской империи и яйцо Фаберже. Вот почему именно два вот этих вот экспоната для вас стали центровыми? – Наверное, не только для меня. Карта – это очень важный предмет, очень важный экспонат на выставке, поскольку карта была сделана к коронации Александра II, которая произошла в 1872 году. Это очень важный период для российской истории, потому что закончилась Крымская война. Вы знаете, насколько драматичными событиями было взятие Севастополя и близлежащих территорий. И мало кто знает, что Александр II не короновался до тех пор, пока война не закончилась. И вот к этой коронации, естественно, делались подарки. И самым таким трогательным, наверное, подарком была вот эта карта, которая представляла Российскую империю в тот период, когда она занимала наибольшую территорию. Практически полностью все те земли, которые были присоединены к государству, на ней присутствуют. Но еще это был год 200-летия со дня рождения Петра I. И он праздновался очень активно. В Политехническом музее была сделана большая выставка, которая также рассказывала о стране. И с помощью различных предметов, различных экспонатов рассказывалась о славе российского государства. Вот такое сочетание, такое соединение этих событий – это чрезвычайно важная веха в истории. И действительно, страна огромная – от Балтийского моря до Аляски. И на севере от Баренцева моря до практически Мальты, потому что Мальта входила в состав Российской империи в то время также. Наши императоры были главой Мальтийского ордена, как вы знаете, на протяжении долгого периода. Это не только интересное время в истории страны. Это и то, что символизирует ту гордость, которую люди чувствовали, когда смотрели на такую огромную карту, занимающую большую часть материка. И вот каким образом произошло то, что необходимо было при соединении всех этих земель, мы и решили рассказать историю. Историю о собирании земель вокруг небольшого совсем московского княжества, каким оно было в XIV веке. И заканчивая, наверное, главным экспонатом этой выставки – пасхальным яйцом «Транссибирский экспресс» 1909 года, которое мы сюда привезли и которое символизирует присоединение той территории, очень важной территории, на которой мы сейчас находимся. А есть еще экспонаты, которые связаны с историей именно восточных рубежей нашей страны, именно Дальнего Востока? Потому что, находясь здесь, нам хочется, конечно, чувствовать огромную сопричастность ко всем процессам, которые происходили в Великой империи. Ну, вы знаете, мы, наверное, не сможем рассказать буквально обо всех этапах этого очень-очень обширного пути, потому что мы можем только какими-то отдельными точками показать, что происходило в различные периоды истории. Приморский край – это мечта, которая брежжила довольно долго. Это то, что было необходимо совершенно сделать. Но здесь есть экспонаты, которые говорят о взаимоотношениях с Китаем, которые совсем недалеко отсюда находятся. И я должна сказать, что, начиная с очень раннего периода, с времени Петра I, китайские предметы стали поступать сюда, в коллекцию музеев Московского Кремля. У Петра была своя китайская коллекция, очень интересная. Петр начал собирать китайскую коллекцию и целый ряд других коллекций, пока еще он находился в Москве. То есть его склонность к тому, чтобы формировать свои личные художественные коллекции, она возникла очень рано. Вот целый ряд китайских экспонатов, китайских предметов рассказывает о сложных и драматичных взаимоотношениях с Китаем, которые развивались на протяжении XVIII века. И мне кажется, что это еще одна такая сторона выставки, которая будет интересна людям, живущим здесь, потому что они прекрасно понимают и, наверное, лучше нас знают, как эти события развивались. А у вас есть какой-нибудь свой любимый экспонат, о котором вам хочется вот самой рассказать, к которому особое отношение? Мне кажется, что одним из главных экспонатов, которые мы здесь видим, которые мы привезли, это икона, которая происходит из Благовещенского собора Московского Кремля, икона конца XV века, которую мы видим вот в этой витрине. И это икона из собора, который являлся домовой церкви русских царей. То есть это была личная церковь всех членов семьи сначала Рюриковичей, а потом Романовых. Икона, которая, как вы знаете, являлась, считалась и поныне считается защитницей русского государства, поскольку благодаря ее заступничеству удалось остановить нашествие войск Тамерлана на Москву. Они неожиданно отступили, и Москва не была разграблена, не была взята войсками Тамерлана. Почему это произошло, можно только гадать, точно никто не знает, но тем не менее вот такое чудо свершилось. И эту очень редкую икону, которую мы практически из собора никогда не выносим, мы привезли специально сюда, потому что это символ очень важного принципиального этапа в русской истории, который говорит о тяжелом периоде, когда татаро-монгольская орда завоевала государство, которая платила дань вплоть до времен Екатерины II, об этом тоже мало кто знает. И освобождение от вот этого татаро-монгольского ига заняло очень большой период в русской истории. И присоединение Казанского ханства, и затем взятие Сибири, и присоединение Крыма, сложное и драматичное, это все определенные этапы войны с татарами, татаро-монголами, которые основали вокруг московского государства свои государства и заняли определенные территории, которые были отвоеваны впоследствии. Потрясающе. А чтобы привезти вот эти вот экспонаты, ну, конечно, это событие грандиозное, но их же нужно доставить, да? Вот как, насколько сложно это сделать? Что для этого необходимо? Ну, организация любой выставки – это очень сложное. Дело, в котором принимают участие очень много людей, каждый из них отвечает серьезно за определенный этап работы, – это, если вы хотите, я просто могу рассказать в общих чертах, как это делается. Когда решено уже, что будет реализован выставочный проект, и начали с обоих сторон в двух музеях сотрудники работать над этим, то необходимо прежде всего отобрать экспонаты относительно определенной идеи и определенной концепции. Затем экспонаты проходят реставрационный совет, который говорит о том, в каком состоянии находятся экспонаты, можно ли их вообще, в принципе, вывозить, и нуждаются ли частично эти экспонаты в том, чтобы их привести в порядок. А были такие экспонаты, которые не смогли бы поехать так далеко? – Да, есть экспонаты, которые вообще не могут вывозиться из Кремля ни при каких условиях. Вот, например, шапка Казанская, о которой мы говорим, и изображение, которое мы видим на стене, это очень хороший рисунок академика Федора Солнцева, который первым в середине XIX века запечатлел все государственные регалии, которые на тот момент находились в оружейной палате не только государственные регалии, но и многие другие памятники, такими, какими мы знаем и по сей день, и сейчас. И вот Казанскую шапку мы привезти, конечно, не смогли, потому что это государственная регалия, которая не может покидать стен Кремля. Мы, конечно, не смогли привезти троны, которые тоже не могут покидать стен Кремля, ну и так далее. Но зато мы привезли яйцо «Транссибирский экспресс», которое не так часто путешествует, и без которого, наверное, не был бы сделан такой важный завершающий акцент, который говорит о том, что все, что возможно было собрать, было собрано, и государство стало иметь определенные очертания. Елена Юрьевна, вот директор музея Виктор Алексеевич сказал о том, что можно разделить Владивосток до прибытия Фаберже и Владивосток после, что это совсем другой город. И понятно, что значение этого проекта сложно переоценить. А что значит для московского Кремля вот это движение на восток? Нам очень интересно делать выставочные проекты для своих людей, для граждан нашей страны. Мы очень много всего делаем для наших зарубежных коллег. Но это особенное удовольствие делать выставку для тех, кто понимает, о чем идет речь. Не просто восхищается красотой тех вещей, которые мы привозим, но понимает, о чем идет речь, и понимает не только то, что это очень важно, что это прекрасно, что это редкие вещи, но и все символическое значение и внутренний смысл, который связывает эти вещи между собой. Я думаю, Ваш музей, как никакой другой в мире, сталкивается с проблемой массового потока туристического посетителей. Вы знаете, в последнее время в Владивостоке тоже достаточно... Но я не скажу, что много, но есть такие суперинтересные проекты, когда публики очень много. Как Вы считаете, существует ли какая-то квота, которую можно, например, пустить вот в этот зал? Сколько людей можно сюда зайти, одновременно может зайти? Нужно ли как-то контролировать потоки? Вы знаете, это зависит от зала. Я не очень знаю хорошо этот зал, и, в общем, это не мой вопрос контролировать потоки, это вопрос директора, потому что для предметов, которые мы привезли, неважно, сколько людей будет здесь находиться. Главное, чтобы они к витринам могли подойти, не стояли в очереди перед каждой витриной. Поэтому мне кажется, что мы все постарались поместить экспонаты таким образом, чтобы здесь было достаточно места, и все могли спокойно не только смотреть на вещи, но и читать те описания предметов, которые здесь находятся на стенах. Поэтому, мне кажется, по сравнению с теми крошечными выставочными залами, которые есть у нас в Кремле, мне кажется, здесь места очень много. А вы можете дать совет, как посмотреть эту выставку, чтобы получить от нее максимальное удовольствие и максимальную информацию? Ну, вы знаете, главное на выставку прийти. И я думаю, что посещение любой выставки – это особенное событие для человека, потому что он не только получает на художественной выставке эстетическое удовольствие, но и получает определенные знания, очень важные знания, которые невозможно получить ни в каком другом месте. Это не только знания о русской истории, не только те акценты, которые здесь делаются, и на которые, наверное, никто не обращал внимания раньше. Но это еще и возможность, и необходимость после выставки почитать какие-то книги, залезть в интернет, и особенное внимание уделить тому, что того или иного посетителя взволновало, заинтересовало. Поэтому мне кажется, что выставка такого рода – это еще и возможность поразмышлять на тему о русской истории, о русских художниках, русских мастерах, большинство из которых работало в Кремле, поскольку в Кремле были мастерские разного рода, где делались вот такие прекрасные вещи, которые мы привезли сюда, и возможность еще раз почувствовать гордость за свою страну. Мы испытываем огромную гордость, что Московский Кремль подписал соглашение с Музеем Арсеньевым. С Музеем Арсеньева и это соглашение на пять лет, это значит, что мы увидим еще какие-то потрясающие выставки. Расскажите об этом. И как уложить следующее? Я не хочу сказать, что мы составили план на пять лет о том, что мы будем показывать. Потому что жизнь меняется, и возникают какие-то очень особенные интересы, которые до нескольких лет вперед может быть и невозможно предсказать. Но мы договорились о том, что мы будем делать в следующем году. Нам бы хотелось привезти сюда выставку о бординской системе, о бординских системах. И мы будем показывать то, чем награждали заслуженных людей в стране до Петра Первого. Это совершенно прекрасные, удивительные наградные ковши, золотые наградные ковши. И затем расскажем и покажем ту орденскую систему, которая была создана при Петре, как она развивалась. И закончим, наверное, советскими временами самым, наверное, главным советским орденом. Это орден Победы, который мы сюда привезем. Потому что, я думаю, не думаю, я уверена, что давно уже никто не видел, как орден Победы выглядит. А это не только очень высокая награда, но и это настоящее произведение ювелирного искусства. Будем ждать с нетерпением. Последний вопрос. Какими чувствами вы будете уезжать из Владивостока? И что бы, может быть, вам хотелось бы привезти отсюда в коллекцию Московского Кремля? Во-первых, я еще не сегодня уезжаю. И я думаю, что еще пару дней я Владивостоком буду наслаждаться. Здесь нас прекрасно принимают и моих коллег, которые уже на протяжении долгого времени сюда ездят. Сначала с тем, чтобы посмотреть на музей и понять, что действительно мы можем сюда выставки привозить. Затем мои коллеги, которые привозили произведения и на протяжении трех недель работали вместе с сотрудниками музея Арсеньева, устанавливая их витрины, делая экспозицию. И, мне кажется, они нашли общий язык и очень хорошо теперь понимают друг друга. Спасибо. Это была программа в центре внимания. Напомню, сегодня мы говорили о грандиозном проекте, который представляет музей имени Арсеньева. Проект называется «Карта России. Вехи истории» из собрания Московского Кремля. И у нас в гостях был директор этого замечательного музея Елена Юрьевна Гагарина. Спасибо. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова